Здравствуйте! Я Маша Лукашкина или Мария Михайловна Лукашкина, если кому-то это имя нравится больше. Я автор многих книг, но сегодня я принесла только книги, изданные в издательстве «Октопус», потому что говорить я буду о книге, которая сейчас находится в работе в этом издательстве. Ну, начнем вот книги Роберта Луиса Стивенсона, которая называется «Детский цветник стихов». 64 стихотворения, которые написаны Стивенсоном по воспоминаниям о детстве. Этот сборник я составляла, и в нем много моих переводов. В той же серии, не так давно, «Октопус» издал и сборник стихов Кристины Рассетти. Это англичанка итальянского происхождения, жившая в Лондоне, всю жизнь писавшая стихи. Автор, нашумевший в свое время поэмы «Базар гоблинов». Я, наверное, не удержусь и прочитаю один из переводов, которые вошли в эту книгу. Что глубоко? Колодец и горе. Что широко? Улыбка и море. Что быстротечно? Юность и цвет. Что бесконечно? Солнечный свет. Покажу и свой сборник «Розовые очки», вышедший в серии «Радуга-дуга». В этой серии «Октопус» печатает стихи современных поэтов, которые пишут для детей. И вот книжка, которая не так давно у меня вышла с замечательными иллюстрациями дяди Коли Воронцова. Эта книга называется «Пират и слон». Это не просто история о том, как плохой пират вдруг стал приличным человеком, когда позаботился о слоненке. Это еще и литературная игра. Здесь много заданий. Додумай, доскажи, спой или раскрась, или найди. Мои задания и задания дяди Коли Воронцова. Вот такие вот книжки вышли у меня в издательстве. А вот следующую, пятую книжку я, к сожалению, показать вам не могу, потому что она в работе. Ее сейчас рисует художник. Долго думали над названием этой книжки и решили, что называться она будет «Ловись, рифма». Во-первых, это сразу определяет тему. Книги – это книга о стихах. Это своего рода самоучитель, помогающий юному поэту ориентироваться в море поэзии. Эта книга имеет под собой основу. Во-первых, это мои практические занятия с детьми многолетние. А во-вторых, это книга, которая вышла у меня в издательстве «Миф» 5 или 6 лет тому назад. «Самоучитель юного поэта» или «Самоучитель для юного поэта». Но вот прошло время, весь тираж этой книги распродан, и несколько изменился мой взгляд, как рассказывать буквально на пальцах и легко, увлекательно детям о том, что такое стихотворный размер, и как отличать хорошую рифму от плохой, и как понять, хорошее ты стихотворение написала или плохое. Обо всем этом я рассказываю в новом сборнике, куда более таком объёмном, и сборнике, в котором гораздо больше заданий. Сразу скажу, вот этот самоучитель юного поэта, который я вам показала, он пользовался успехом. Было очень много хороших рецензий, в частности, много хороших таких добрых слов, сказал Михаил Давидович Кисмов об этой книге. А также преподавателям она оказалась нужна в их практической работе. Но преподаватели меня просили, дайте побольше заданий, ещё больше, ещё больше заданий. И я послушалась их совета, и действительно заданий в новой книге будет гораздо больше. Так, ну вот я забыла о своей презентации, которую я подготовила. Так, почему-то... Так, она начала меня слушаться. Так, вот новая книга «Ловесь рифма». Однажды со мной произошёл забавный случай. На какой-то из творческих встреч ко мне подвели маленького мальчика. Ну, лет семи-восьми. Мама сказала ему, вот эта тётя пишет стихи. Он как-то так с сомнением посмотрел на меня и задал вопрос. И она ещё жива? Ну, случай, конечно, такой забавный. Но о чём он говорит? Многие дети и многие родители, надо сказать, уверены в том, что поэзия осталась где-то там в XIX и в начале XX века. И поэтому я решила в качестве примеров, в качестве каких-то строчек, брать не только строки Пушкина, Лермонтова, всем известные из детства, но также и строчки стихотворной серии «Радуга-дуга» издательства «Октопус». Вот я сфотографировала книги, которые у меня есть в доме. Я с трудом уместила их на своём столе. Вот как раз вы их сейчас видите. На своих встречах я задаю детям вопрос. Вот почему стихи звучат складно? И что отличает стихи от прозы? Как правило, они отвечают рифма. Собственно говоря, поэтому мы и назвали книгу «Ловись рифма». Но, на мой взгляд, стихи отличают определённую складность. Но вот что делает стихотворение складным? Расскажу, как я действую во время практических занятий с детьми. Вот я приезжаю в школу, задаю ребятам вопрос. Есть ли среди вас любители, ценители поэзии? Кто из вас любит стихи? Спрашиваю я просто. И наверняка находится мальчик или девочка, может быть, сразу несколько человек. Они составляют экспертную группу. Затем я раздаю другим добровольцам листочки. На каждом листочке крупно написано слово. И выстраиваю их перед доской таким образом, чтобы читалась такая прозаическая строчка. «Одинокий парус белеет в голубом тумане моря». Мы читаем эту прозаическую строчку, в которой просвечивает всем известная поэтическая строка. И вот я прошу своего эксперта переставить с твоих одноклассников таким образом, чтобы эта стихотворная строчка читалась. Ну, происходит это обычно весело и достаточно быстро. Мы получаем всем известную начало стихотворения «Парус». «Белеет парус одинокий в тумане море голубом». И вот мы читаем прозаическую строчку и стихотворную. Я задаю вопрос, но вот всё-таки почему? Вот у нас была проза, а вот откуда тут взялось стихотворение? Почему такая перестановка слов сделает эту строчку поэтической, строчкой, которую даже можно спеть, которую легко запомнить? Ну, конечно, поначалу я предлагаю им поиграть со строчкой, которую они знают. Но вот если им предложить другую строчку, которую они знают меньше, а может быть, и вовсе не знают. Ну, например, такая строчка. «Мы все помещаемся на огромном колесе». Вот вы могли бы так переставить слова в этой строчке, чтобы две получившиеся строчки стали стихотворными? Вот подумайте. А вот и ответ на этот вопрос. «На огромном колесе помещаемся мы все». Запомнить легко и звучит прекрасно. Автор Юлия Симбирская, современный поэт. Затем я прошу детей повторить эти две строчки громко, чётко, с выражением. И они начинают кричать «на огромном колесе помещаемся мы все». Я спрашиваю, как же так? Вспомните, сколько ударений должно быть в одном слове. Одно? А почему же, например, в слове «помещаемся» их целых три? «Помещаемся мы все». А потом открываю секрет. Эти ударения, так называемые лишние ударения, и делают стихотворную строчку стихотворной. А слова в этих двух строчках поставлены таким образом, что эти ударные и безударные слоги чередуются ударный, безударный, ударный, безударный. Привожу ещё один пример. Ну вот, послушайте. «Облака решили как-то купить на завтрак молока». Как переставить слова в этой строчке? Таким образом, чтобы ударения чередовались ударный, безударный, ударный, безударный. Или безударный, ударный, безударный, ударный. Ну, в общем, чтобы подчинялись какому-то определённому правилу. Получается так. «Решили как-то облака купить на завтрак молока». Автор, замечательный поэт, современный Тим Собакин. На самом деле, в своей новой книге я много внимания уделяю тому, что называется стихотворный размер. И сейчас объясню, почему. Но, пожалуй, приведу ещё один пример. Возможно, малоизвестные вам строчки. «Фонтаны в нашем парке распускаются, как тюльпаны». Немного поколдовав, мы превращаем эту строчку в две поэтические. «В нашем парке, как тюльпаны, распускаются фонтаны». Автор – современный поэт Марина Тараменко. Поэт, у которого тоже вышла книжка в стихотворной серии издательства «Октопус». Ну, почему стихи звучат складно, мы объяснили. Это в определённом образом поставленные слова. Таким образом, чтобы ударения в этих словах чередовались. И о лишних ударениях я тоже вам немножечко рассказала. Ну вот, в стихотворении «В нашем парке, как тюльпаны, распускаются фонтаны» слышится такая музыка. «Ваня, Ваня, Ваня, Ваня». «В нашем парке, как тюльпаны, Ваня, 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 Ваня». Этот размер называется хореем. А вот решили как-то облака купить на завтрак. «Молока» – это ям, и звучит в этом стихотворении совершенно другая музыка. «Иван, Ван, 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 Ван» решили как-то облака. Я рассказываю о других стихотворениях, используя такое удобное для этого дела имя «Ваня». «Ваня, Хорей». Много раз повторенное имя Вани. Много раз повторенное слово «Иван» образует размер, называемый ямпом. Существуют также и другие размеры. Как Ваню назвать ласково? Детя отвечает «Ванечка». Правильно, давайте попробуем послушать. Как будет звучать следующий стихотворный размер «Ванечка, Ванечка, Ванечка, Ванечка». Любимый размер Николая Алексеевича Некрасова. Но Ваню можно также назвать и Ванюшей. Вот послушаем. «Ванюша, Ванюша, Ванюша, Ванюша». Или торжественно. «Иван, Иван, Иван». «У меня зазвонил телефон». Есть и односложные размеры. Обо всём этом речь в книжке. И любой рассказ о стихотворном размере, любой разворот сопровождают задания. Задания самые разные. Например, такое задание. «Продолжи строчку». Например, «Продолжи Хорей о Ване». Первая строчка. Ваня так чихнул, что кошка вылетела из окошка, вызывает неотложку. Пожалуйста, дальнейшая задача – придумать вторую строчку. Или ям обывание. «Иван собрался на Луну, а вот что дальше? Чтоб удивить свою страну? Или с собой взял бабушку одну? Пожалуйста, это ваша задача – придумать вторую строчку». Почему я столько времени уделяю стихотворному размеру? Я участвовала в конкурсе интернет-магазина «Лабиринт». Конкурс назывался «Дети читают и сочиняют стихи». Я много раз убеждалась, что дети часто неправильно читают стихи. Они не чувствуют тот стихотворный размер, на котором это стихотворение написано. Они не чувствуют эту подложку в виде «Вани, Вани, Вани, Вани» или «Ивана, Ивана, Ивана, Ивана». Приведу пример. Например, девочка читает начало сказки доктора Сьюза в переводе Татьяны Макаровой. Как начал эту сказку о слоне Сьюз? «Ах, мне надоело, ах, как я устала, ленивая Мэйзи капризно шептала. Ах, мне надоело, ах, как я устала, Ванюша, 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 Ванюша». Так, вернусь назад и напомню вам о том, что этот размер «Ванюша, Ванюша, Ванюша, Ванюша» называется амфибрахием. А как прочитала это стихотворение девочка? Она прочитала его так. «Ах, мне надоело, ах, как я устала, капризно Мэйзи ленивая шептала». Я могу сказать о том, что ошибаются даже актёры. Вообще, чтение стихов – это не такое простое дело, как кажется. Тут надо очень деликатно произносить лишние ударения, особо их не выпячивая, но так, чтобы стихи звучали стихами. Но раз сборник называется «Ловись рифма», конечно же, много страниц в нём посвящено и рифме. Во-первых, что такое рифма и какой она бывает, что такое богатая рифма, что такое точная, что неточная, что такое мужская рифма, что такое женская рифма. Мы сходим на базар рифм, где продаются рифмы к слову «кошка». Среди них будут такие, например, «немножка», «мошка», «неотложка», «кошка», «крошка», «антошка», «рошки», «понарошку», «нетрошка» и даже слово «мышка» возможно. И дальше посмотрим, соответствует ли цена, которую я объявляю стоимость каждой рифмы. То есть разумна ли эта цена? Например, какая из рифм самая дорогая? А какую можно взять просто задаром, потому что рифмой она фактически не является? Мы придумываем рифмы к сложным словам. К слову «кошка» действительно легко подобрать рифму. Сложнее это делать, к слову, например, «роза». И не потому, что к слову «роза» существует мало рифм. Рифм-то как раз много, но эти рифмы за долгие-долгие годы стали банальными. Например, «розы», «морозы» или «розы», «слёзы». Тут надо придумывать что-то новое. Мы придумываем и рифмы к словам, к которым рифму подобрать сложно. Но вот, например, попробуйте продолжить такие стихотворные строчки. На окно уселся «филин» – «глуховат», «космат» и «пылин». Хотя рифму подобрать было не так просто. Может быть, вы придумаете какую-то и другую рифму. Мы поиграем в игру, которая называется «буриме». Ну вот, например, напишем «буриме», а «буриме». Напишем стихотворение с заданными парами рифм. Первая пара – это «игра-пора», а вторая пара – это «ни-бэ-ни-ме», «буриме». Теперь возникает вопрос. Ну вот хорошо, ребёнок знает о том, что такое рифма. Ребёнок различает стихотворные размеры. Ребёнок знает, что такое ассананс, а литерация, что такое метафора. Он владеет этими приёмами. Он знает, что это такое, понимает, разобрался. Но делает ли это его поэтом? Вот что отличает настоящего поэта от ремесленника? Вот я попытаюсь дать вам это почувствовать на примере одного рисунка, иллюстрации к стихотворению Галины Дядиной. Это стихотворение опять из книжки, которая вошла в стихотворную серию издательства «Октопус». Вот я покажу вам рисунок. На первый взгляд он очень простой, исключительно простой. Но это кажущаяся простота. На самом деле это двоевзор. На этом рисунке человек с обычным зрением увидит одно, а человек с поэтическим зрением, человек, обладающим поэтическим зрением, поэт, увидит совсем другое. И вот я показываю этот рисунок детям и задаю вопрос. А что видите вы? И вот дети начинают, конечно, перечислять. Вот сразу начинают перечислять. Чайки, говорят они. Рыбка, рыбак. Они видят и солнышко, и кусты. Но они, к сожалению, не видят того, что спрятано глубже. А это большая розовая свинья, поросёнок. И называется стихотворение «Копилка». Свинья-копилка. Прочитаю его полностью. Как фарфоровая свинка наша круглая планета. У неё есть прорезь где-то, там, где розовая спинка. Значит, в ней копилка чья-то. Разбросают в прорезь эту каждый вечер в час заката солнцемедную монету. Вот во всём, в привычном нам всем пейзаже поэт увидел другое. Он сравнил нашу землю со спиной огромной свиньи-копилки. И каждый вечер в час заката в эту копилку опускается монета. Солнышко. Вот получилось настоящее стихотворение. Написать такое способен, наверное, не каждый. А только человек с поэтическим зрением, который, конечно, можно развивать. В чём состоит задача моей книги. Вот о поэтическом зрении я вам рассказала. А теперь немножко о поэтическом слухе. Ну, поэтический слух, зачем он нужен? Ну, во-первых, он позволяет читать стихотворение правильно, следуя его размеру, не нарушая этот размер. Вспоминаю, как в ту пору, когда я работала редактором в сказочной газете «Жили-были», мы на полном серьёзе обсуждали, какое из имён страшнее Кощей или Кащей. Вот высказывались и даже голосовали. Дело в том, что настоящий поэт уделяет внимание не только слову, но и слогу, и букве, и звуку. Я расскажу о звуках, о тех звуках, которые мы можем петь, и которые, возможно, имеют какой-то цвет. Но вот, например, какого цвета буква А? Если задать этот вопрос, вот все, не задумываясь, отвечают А. Это агрессивный такой вот звук А. Я этому верю, потому что, например, когда я писала стихотворение об акуле, я вот невольно часто употребила эту букву. Акула вопрос задала, как дела? Но вместо ответа услышала. А-а-а, акула! Я упомяну о мягких, о твёрдых звуках, о звуках, которые можно взять в руки, и они окажутся либо шершавыми, либо скользкими. Скажу и о букве, которая в XIX веке пропала, о звуке, который пропал из русского языка в XIX веке. Какие-то вот такие интересные факты тоже рассыпаны по моей будущей книжке. Ну вот покажу вам и оглавление. Возможно, остановив экран, вы сможете прочитать это оглавление. Книга состоит из двух разделов. Первый из которых называется «Мастерская поэта», а второй раздел называется так «Пиши сам». Я долго думала над тем, а как, что предложить ребёнку написать. И решила двигаться согласно такой структуре. Сначала он пишет одну строчку. А что такое одна споэтическая строчка? Это заклинания. Трах тебе дох. Эники-бэники. Абра-кадабра. Это должно быть очень благозвучно, интересно. Пишем заклинания для тех, кто собрался на Луну, и для тех, кто хочет подрасти. Очень много заданий. Но к одной строчке пристраивается другая. Естественным образом получается двустишая. Затем мы пишем три строчки из Японии. Так называемая «Хоку», рассказываю об этом. Четверостишая игра в буримой. Пять строчек бессмыслицы лимерики. Наконец, бесконечное стихотворение. И многое-многое другое. Вот такая вот получилась книжка, в которой есть десяток советов для поэтов. Я старалась, чтобы советы были небанальными. Дело в том, что одно из первых моих стихотворений, которое было напечатано в журнале «Весёлые картинки», это как раз стихи об арбузе. Они есть и в этой книжке «Розовые очки», которая вышла в издательстве «Октопус». Это стихотворение, которое я написала осенью, вспоминая своей бабушке. Бабушка умела выбирать арбузы, умела разрезать арбузы. Прежде чем разрезать арбуз, она грозила арбузу пальцем и говорила арбузу такие слова. «Ну, арбуз, не подведи». Но арбуз пугался, наверное, потому что, когда бабушка разрезала арбуз, он оказывался красным. Вот послушайте, какое я стихотворение написала об арбузе. Это было в сентябре. Пожелтели во дворе ветки, ни корабль, ни сухогруз. Плыл по улице арбуз в сетке. Долго плыл арбуз. Потом как нырнёт в огромный дом белый, кто-то дверь открыл ему, кто-то щёлкнул по нему. Спелый? Прилетела вдруг пчела и толпились у стола дети. «Ой, какой арбуз большой! Может, он один такой на свете? Даже резать жалко!» Всё ж, папа взял. Огромный нож ужасный. Замер нож на полпути. «Ну, арбуз, не подведи!» «Красный». Вот такое вот стихотворение. Одно время я собирала, у меня даже собралось порядка десятка стихотворений об арбузах, об арбузе. И каждое стихотворение как-то отражало личность автора. Мне, например, очень нравится самое короткое стихотворение об арбузе, написанное Владимиром Орловым. «У арбуза всюду пузо». И как раз покажу вам иллюстрацию. Это стихотворение также есть в стихотворной серии издательства. Мне очень нравятся стихи Анастасии Орловой, современного актора, где она сравнивает улыбку, которую она называет улыбку, арбузной. И я улыбаюсь арбузной улыбкой, широкой и красной, и сахарно-липкий. Я знаю и стихи Натальи Волковой, и Александра Кушнера, который говорит об арбузах как о тиграх, которые лежат за решеткой в ларьке. И, конечно же, мне хотелось оставить место. А вдруг эта копилка пополнится стихотворением маленького ребенка, который сам нарисует к своему стихотворению иллюстрацию. Ну вот, наверное, и все. Не хочу вас утомлять больше. Надеюсь, вам было интересно. С вами была Маша Лукашкина. Я рассказывала о новой книге издательства «Октопус». «Октопус»!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok